Сегодня день работников радио, телевидения и средств связи. Этот профессиональный праздник вошел в жизнь нашей страны 21 год назад и стал днем, когда тысячи наших коллег подводят итоги творчества, определяют перспективы. Телевидение. Сегодня оно остается самым признанным и эффективным средством массовой информации. Несомненно, оно постоянно меняется, но всегда остается главным источником, который позволяет в самое короткое время узнавать о главных событиях в мире, стране, своем городе. И делают это в большинстве своем профессионалы, имеющие точно и ярко передать зрителю все понимание и анализ того или иного события. Наш телеканал искренне поздравляет коллег с праздником и хочет представить вам нескольких из них, для которых наша профессия стала жизнью. Телевидение в моей жизни, ну, во-первых, это большая часть сознательной жизни. Это более 30 лет. Ну, а вообще об этом можно долго и много говорить. Ну, а, наверное, о самом главном. Мне посчастливилось, потому что сложилось действительно главное то, что пришлось самому создавать. Новый канал. Он известен как «Три-четвертый телеканал». И более 20 лет руководить и работать на этом канале. И замечательно было то, что сложился коллектив, которых равным, на мой взгляд, и не только мой взгляд, просто не было. Это был действительно коллектив единомышленников, профессионалов, где творчество и большое, вот по большому счету, большое телевидение было главным для каждого. Вот это можно вспоминать как самые счастливые дни в жизни. Телевидение обладает особой энергетикой, особой притягательностью, я бы так сказал. Благодаря телевидению я встретился со многими интереснейшими людьми, за что я телевидению благодарен. Я повидал мир. Я обрел профессию, которой служу и по сегодняшний день. Телевидение, в отличие от журналистики печатной, журналистики родиной, это еще и очень тяжелый труд. Телевидение требует, в общем-то, очень многого. И самое главное, телевидение требует, чтобы ты никогда не думал о себе в эфире. У тебя болит голова, ты поругался с кем-то, там не получается что-то. Ты вышел говорить, и ты наедине со всеми. И будь на высоте этого положения.